добрый день дорогие друзья сегодня мы покажем расскажем все что у нас есть наличие такой небольшой обзорчик и плюс ко всему сегодня мы затронем тему теплолюбивых наших растений которым именно необходимо подумать о теплой стране их жизни чтобы разнообразить наши картинки решили заснять видео днем сегодня у нас потрясающее солнышко все цветет и многие как я уже сказала растения начинают давать молодые приросты хотя по идее уже в принципе как можно обрисовать таким грубым словом все должны уйти в спячку на самом деле в спячку то в принципе никто не уходит а наоборот выдают молодые приросты чувствует себя потрясающе очень очень хорошо посмотрите как карамбола как ей тут тепло ей нравится карамбола теплолюбивое растение и в квартире себя чувствует потрясающе и она плодоносит бояться не надо она очень красиво вот такие вот у него необычно пушистые листики также и анона и мушмула и питанга питанга вообще она потрясающая она как такая вот как даже не знаю сказать она очень декоративно потому что листики мелкие пушистые пушистые потом когда цветет цветет цветы напоминают цветы мирта а затем будут такие красные вишенки вкусные вкусные ягодки я уже рассказывала показывала потрясающий наш любимый цитрон рукабуда весь весь цветет молодые приросты дает он тоже теплолюбивым тоже любит тепло аромат конечно потрясающий любит он кидать лист когда ему что-то не нравится он начинает сыпать листвой и это характерно для него абсолютно характерно вот цветение баррикадного тоже очень красивый такие вот замечательные лапки выдает и выдает молодые приросты вот сколько молодых приростов это уже на солнышке им собственно говоря у нас понравилось приезжают естественно где-то возможно какие-то попадают в перепады потому что как я уже сказала цитрон рукабуды один из теплолюбивых цитрусов которые есть и для него вот незначительные какие-то моменты они сразу чреваты тем что он начинает показывать свой фи именно листом то есть начинает темнеть лист вот сейчас вам специально покажу чтобы вы понимали и не пугались не надо этого пугаться специально оставила не убираю показываю вот начинается потемнение листа то есть не надо бояться и думать что все он погиб с ним все нет это его он так проявляет свою характерную особенность и в основном все варигатные цитрусы они именно так и поступают если допустим где-то было холодновато он попал в температуру либо допустим как я говорю и объясняю каждый раз что они приезжают и попадают в конденсат конденсат связан с припадом температур да то есть он ехал было жарко было тепло то есть не займу он не замерз он попал именно в пив конденсат и поэтому он начинает сразу какие-то частями темнеть листь потому что вот видите они ехали все одинаково у обычного зеленого все в порядке с листвой а вот у варигатного он сразу начинает вот это затемнение листа показывая что он был недоволен сейчас мы эти листья уберем скинем и вот и вот подтверждение и начинает расти молодые приросты то есть он тут же начнет сейчас выдавать молодые приросты вот вот зеленая веточка пошла варигат на он начинает сразу выдавать прирост и говоря о том что в принципе все он всем доволен но вот ему не понравился вот этот особенный момент более того это может происходить и у вас в квартире есть такая вот особенность особенно для почему говорю что уроку рукобуды он любит вот так вот хулиганить то есть даже стоя в квартире вдруг вы открыли окно сквозняк прошел но не по нему где-то рядом он может скинуть лист не пугайтесь не бойтесь не выкидывайте просто подождите дайте ему побольше света и он обрастет это для него характерно он может кидаться листво он может затемнять лист характерно это для цитрона рукобуды более того вам скажу для него характерно то есть особенно в такие зимние периоды он вообще может стоять лысым и это для него характерно не пугайтесь не бойтесь это цитрон рукобуды но потом ближайшие дни он вас порадует тем что начнет пробуждать почки начнет разрастаться он начнет вот так вот бурно цвести ароматно цвести и давать вот такие вот классные красивые необычайные интересные плоды не любит холода бананы я уже говорила бананы и ананасы то есть когда холодно когда холодно они начинают сразу темнеть лист смотрите как лист переливается смотрите какая красота как переливается лист просто божественно вот это у нас банан желтый карлик ему хорошо ему очень хорошо здесь солнышко вот такое красное видите тоже дает молодой лист и тоже идет перелив листа это у нас банан маурелли абиссинский банан они взрослые они большие и наш любимый ковендиш него тоже такой немножечко бархатистый лист такими пятнами пятна характерны для ковендиша бояться не нужно с ней все в порядке и это характерные пятна тоже дает молодой прирост то есть им здесь хорошо нравится им тепло если банану некомфортно он начинает кожица скреживаться и может просто верхушка сгнить пропасть и так далее не бойтесь не выкидывайте потому что даже если ваш банан попал в холод если он скукожил извините за мой жаргон верхнюю часть и вам показалось все он погиб не выкидывайте дорогие друзья у него очень мощная корневая система и его корневая система она не замерзла она даст так называемая резома она даст новые побеги она даст новый прирост и никогда не выкатникидывайте смотрите вот видите сколько деток нарастил бананчик то есть вот пойдут маленькие маленькие отросточки маленькие детки относительно теплолюбивая петахая то есть она в принципе кстати по ананасам та же самая та же самая агротехника что и у банан поэтому имейте ввиду что касается петаха и тоже ей у нас нравится смотрите она выдает молодые побеги начинает потихонечку пробуждаться но она относительно теплолюбивая то есть принципе как кактус она может немножечко даже и стоять в прохладе то есть абсолютно спокойно поливать как и кактус ее нужно очень редко далее теплолюбивые наши теплолюбивые кориса спокойно относится к прохладе это слива потрясающе ароматная вкусная обалденная наши теплолюбивые это папайя папайя вот она красавица какая посмотрите вот стояли я специально попробую найти ролик где было прохладно и вы увидите как у них скрючились листья какие они стали некрасивые сухие и по отваливались как только есть стало тепло как стоит стало ей хорошо но выдавать стала молодой прирост растение взрослая и она готова к цветению и плодоношению это наша замечательная папайя далее остальные культуры макадамия орех макадамия псидиума евгения гуавы личи они абсолютно спокойно терпят и прохладу если это зимний сад то есть спокойно к этому относятся также азимина азимина вообще собственно говоря как и гранаты наши замечательные гранаты инжиры плодовые культуры как мужмула кто у нас еще который способен выдержать прохладу она листопадная культура кстати сказать и на зиму уходит спячку то есть это все живое привитое сортовое но как только будет ей тепло и комфортно она проснется и обрастет красивыми зелеными листьями далее джеботикаба относительно теплолюбивая конечно морозы и холод она не очень любит но но она комфортно себя чувствует вот смотрите конечно когда тепло вот у нее пошли молодые молодые приросты чувствует она себя потрясающе и хорошо вот кстати обутил начинает заново расцветать поскольку я рядом стою не могу не показать спокойно хорошо относятся к прохладе ну вот кстати сказать и наши гранаты наши гранаты они листопадные и на зиму они холодостойки на зиму они скидывают лес ну вот им здесь показалось что наступила весна и они начали заново обрастать это наши гранатики орхидеи орхидеи выдерживают прохладные температуры но любят конечно же и тепло и когда тепло не начинают заново начинают почечки цветочные зарождаться то есть начнут заново скоро опять свести опять нас будут радовать что касается цитрусов я уже вам рассказывала я говорила что эти цитрусы в принципе плюс 5 плюс 10 спокойно выдерживают это что касается таких температур которые низкие низкие для теплолюбивых культур но тем не менее смотрите какая все таки это прелесть и как это все вкусно карамбола еще раз повторю карамбола это теплолюбивое растение ему конечно лучше все таки что было потеплее она она может выдержать достаточно прохладной температуры но тоже тоже вот предпочитает все таки что было потеплее авокадо спокойно прекрасно переносит температуры прохладные также как и манго кстати сказать единственное что если у вас прохладно если у вас холодно и у вас не утеплен балкон растения стоят на балконе температуры плюс там 10 плюс 5 они спокойно выдерживают но вы должны учитывать что полив должен быть ограничен полив должен быть не обильный и желательно теплой водой не холодной в то же время нет не ну такой относительно теплый чтобы не было резкого перепада эти культуры могут выдерживать понижение температуры и на долгое время допустим как я уже сказала плюс 10 спокойно они могут стоять конечно же они теплолюбивы и конечно же если вы их поставите на свет и если вы их поставите в тепло они вас порадуют обязательно обязательно порадуют и ростом и цветением потому что культуры уже взрослые и готовы к цветению плодоношению я просто смотрела наш архив проверялась смотрела что да действительно вот в этот период обычно мы привозим манго не цветущие бывают что они летом вот как раз летом мы привозили цветущие и вот попозже попозже вот где-то наверное конец декабря если я если я вот правильно помню по-моему дико конец декабря еще посмотрю как раз они приезжают вот с цветоносами очень красивые потрясающие мушмула продолжает цвести продолжает радовать нас цветением цветение у нее очень необычное красивое такое вот нежный аромат тонкие листья бархатисты она чудно прекрасно и растет в квартире и плодоносит если у вас прохладное помещение она тоже спокойно относится к изменению таких температур то есть по температуре это достаточно спокойно и без всяких проблем варегатные апельсин варегатный апельсин да конечно понижение температуры может также как и рукобуда немножечко отреагировать листопадом в принципе если говорить о листопадности вот многие задают вопросы дорогие друзья не бойтесь пожалуйста когда в меняется условия а условия меняется то есть летом у нас конечно же жар летом у нас конечно же светло много солнца много тепла и растение разрастается им комфортно как только день сокращается как только понижаются температуры растению любому растению это не нравится и начинается листопад многие из них могут покидать полностью листву опять-таки же этого бояться не нужно температура есть температура тут уже ничего не поделаешь если мы заносим растения с улицы с дачи домой в квартиру и устраиваем ну более-менее прохладную прохладно-температурный режим все равно где-то что-то они будут кидать листвой для адаптации может вам помочь энтарная кислота с перекисью водорода просто энтарная кислота опрыскивание эпин циркон рибаф очень много адаптогенов стимуляторов просто опрыскиваете и не бойтесь естественно нужно много света не бойтесь ухаживайте и они обязательно обязательно будут разрастаться вот кстати смотрите вот сейчас только что увидела начинает зацветать лимон роса он выставил бутон вообще как-то сейчас период ну не характерный но видите природа творит чудеса пока есть солнышко пока есть пока есть тепло растения продолжают жить своей жизнью поэтому когда говорят о зимовке ну тут все относительно какая может быть зимовка когда на растении висят плоды и растение будет вынашивать эти плоды нужно время для созревания то есть плоды поспеют а лимоны допустим они спят 9 месяцев то есть плоды поспеют ну там новый год и так далее какая может быть зимовка конечно растение живое растет и ему нужно питание то есть хоть какое-то питание у него должно быть то есть какие-то подкормки минимальные но они должны быть это все у нас цитрусы которые приемлемо относятся к температуре еще раз повторяю температура плюс 10 это терпимо все остальное уже немножечко прохладно к температуре спокойно относятся наши плодовые культуры персики абрикосы яблони хурма и так далее то есть это все-таки достаточно холодостойкие сорта и холодостойкие культуры они на юге нашей страны растут в открытом грунте и температуры низкие для них однозначно оптимальные и они спокойно выдерживают хотя есть многие сорта вот допустим персики абрикосы которые я смотрела просматривала они морозостойки до минус 30 то есть их можно и в нашей полосе высадить единственное единственное одно но они могут не вызреть не успеть созреть вот именно в нашем нашей части поэтому их очень многие сажают у себя в зимних садах в квартире именно исключительно как кадочную культуру далее опять-таки вот наша любимая апельсин мора с малиновым ароматом лесных ягод карубара потрясающий лимончик вот с лимончиком висит дальше 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 а дальше мы пойдем еще дальше я вам буду рассказывать про остальные цитрусы еще раз говорю цитрусы спокойно могут выдерживать температуры с понижением до плюс пяти даже до плюс пяти клубника она зимостойка она естественно у нас растет в открытом грунте но ее можно выращивать и в квартире и она будет расти плодоносить кумкватике цитрусы у нас из питомника а два есть цитрусы которые являются подвоем для наших замечательных растений так вот они как раз морозостойкие то есть их можно сажать в открытый грунт выращивать в открытом грунте в нашей полосе желательно все равно на зиму утеплять вот это как раз панцирусы трифолиата вот вот такие вот красавчики тоже у нас есть наличие не могу я пройти мимо этого красавца и сейчас пойдем рассказывать дальше наши потрясающие цитрусы спокойно как я уже вам до этого говорила переносят и перепады температур кстати сказать очень многие опять же возвращаясь к теме перепад температур очень многие красное мясо и цитрусы обожают перепады температур для того чтобы проявить свою пигментированность в плодами поэтому когда бывает перепад температур и растение находится на открытом свежем воздухе это для них действует благоприятно я имею ввиду для красномясых цитрусов конечно если растение едут в коробке либо в какой-то закрытой закрытом помещении в каком допустим машине да и есть присутствует конденсат и перепад температур конечно же они потом стрессуют для этого нужно обязательно использовать адаптогены есть у нас наличие очень многие спрашивают у нас наличие наличие у нас очень много растений опять же мы выставляем пытаемся выставить все если есть какие-то вопросы пишите спрашивайте будем привозить постепенно мы привозим у нас большой ассортимент и будем привозить из разных пидок миков очень много вкусного и разного климентины корсик климентины кстати сказать климентины у нас в огромном количестве и в огромном ассортименте климентино коммуны тардива эрнандина иса они все сладкие они реально все сладкие отличаются только своими вкусовыми какими-то качествами качеством какими, а именно оттенками. Далее, далее, сейчас кого бы мне не забыть, вот у нас вот такие вот классные, есть лимоны, лимоны тоже разные, лимоны все сортовые, лимоны все ремонтантные, цветут плодоносит круглый год, грейпфруты красные, обычные, все в наличии, все в наличии, вот кто-то с плодиком, еще раз говорю, кто-то цветет, мандарины, мандарины тоже разные, мандарины коммуна, мандарины тордива, просто сорт мандарины, как и сорт клементина, они очень вкусные, очень сладкие, миогава, уншиу, это мандарины, опять-таки же, кто-то есть сладкий, кто-то есть с косточками, апельсины без арео, просто валенсия, навелина, вашингтон навол, канали кулята, померанцы, вот такие потрясающие, лаймкваты, лаймы, лайм персидский, лайм мельсиканский, рангпуры, опять же, есть у нас, вот, кстати, сказать, надо, опять же, спрашивайте, про что я говорила вот до этого, спрашивайте, задавайте вопросы, потому что вот какие-то растения мы на какие-то позиции будем занижать цены, то есть по 3 600, поэтому обязательно спрашивайте, пишите, то есть сейчас цены понижены, пока-пока-пока мы цены занизили на очень большое количество растений, поэтому спрашивайте обязательно, девочки вам обязательно все покажут, расскажут, дальше, прекрасные чудные микроцитрусы, микроцитрусы у нас есть 4 вида, как я уже до этого неоднократно говорила, то есть с красной мякотью, это микроцитрус роса и роза, с розовой мякотью, и с такой белой-желтой, извините, с желто-зеленой мякотью, это верде и бианка, бианка, это фаустраем, у него крупный лист и крупные большие иголки, кумкваты, кумкваты есть и в большом формате, мандарины, клементины, как я уже сказала, тоже есть в глине, на некоторые из них, из этих позиций цена 3600, поэтому кого интересует глина, спрашивайте, то есть если где-то там подопали листья, то есть крона немножечко, немножечко крона опустела, не огустела, а опустела, то есть на них будет скидка, поэтому если кого-то интересует глина по скидке по 3600, спрашивайте, потому что обязательно девочки поищут там вот какого-нибудь чупленького, скромненького, может быть не обязательно, лысого, нет, не лысого, на лысого будет еще ниже, поэтому не переживайте, лысого вам никто не подсунет и не подкинет, не расстраивайтесь, но тем не менее, опять же, обращайтесь к девочкам по вопросам, они вам обязательно покажут, кто-то кого-то подешевле, кому-то вкуснее и так далее. Все разрастается, всем растениям прекрасно, чудно они себя чувствуют, в наличии пока еще есть прекрасные грейпфруты, марш, дальше ананасы, на ананасы скидки, поэтому кому интересно, кто-то оцветает, мы их уценяем, поэтому спешите, даже не на оцененные скидки, мы опустили цены, разрастается ванильная орхидея, есть тоже подешевле, кому нужно интересно, опять-таки наши лимончики, кто-то дает плоды, кто-то начинает давать молодые приросты, на лимоны, на грейпфы, вот на эти цитрусы, у нас сейчас скидка 3 600, то есть растения 3 600, цены мы опустили, вот кто-то, да, говорю, что есть с плодиками, кто-то заново начинает зацветать, спрашивайте, потому что остается совсем-совсем растений мало, на разные позиции у нас действует акция, вот уже стоят еще отложенные, поменьше размером, подешевле есть, в наличии опять-таки же гранат нано и просто садовый кофе, чай, кто спрашивал, чай тоже со скидкой, васаби, герань, эпифилум гватемальский, вкусный, очень похож на петахаю, фисташка, бананы со скидкой, и сейчас покажу много еще, что вкусного, опять-таки же скидка у нас на итальянские вот такие вот классные цитрусы, которые в ассортименте, их уже совсем мало остается, очень много разъехала, все уехала, тут и рукобуды, и вкусные мандаринованная, коммуна иса, лимон лунарио, загоробьянка, апельсин вашингтон, апельсин навелина, лэндлейд, потрясающие сорта, очень вкусных апельсин, всего 3000, то есть цена низкая, цена занижена, на остатки вообще прям совсем остается, прям совсем-совсем остается мало цитрусов, из питомника Оскар Тинтери, также у нас занижена цена, на какие-то растения 4, на какие-то 3 800, прям вот, прям такие все классные и хорошие, на них цена прям занижена, они все в хорошем состоянии, девочки обязательно вам покажут поближе, дальше на цитрусы, которые я уже вам сказала, если цель из прошлых поставок, на них цена тоже снижена, они по 3 600, на какие-то позиции 3 300, тоже нужно спрашивать, почему цены плавающие, потому что все будет зависеть от состояния каждого, абсолютно каждого растения, поэтому я и говорю, и пишу, и прошу о том, что дорогие друзья, просто спрашиваете конкретно, на какой-то, на какой-то может быть горшок, будет цена снижена, это у нас все, что идет по акции, пишите, еще раз пишите, задавайте вопросы, потому что есть еще и другие растения, на которые тоже, я сейчас внизу спущусь, покажу, на которые тоже, возможно, будет цена занижена, как бы вот в этом моменте тоже нужно уточнять, что касается уценки, уценка есть, цены снижены прилично, будем монтировать ролик, то есть каждый по фотографии, на это уйдет время, поэтому просим немножечко подождать, показываю сразу, по поводу того, что мы продаем палки, не палки, вот смотрите, эти палки дают, пробуждают почки, пробуждают почки, тогда мы их выставляем на продажу, цена у них низкая, вот пошел в рост рука Будды, ему комфортно и хорошо, это по поводу того, что, да, мы можем, в принципе, подождать и отрастить шевелюру нашим любимым цитрусом, но тогда уже цена будет другая, естественная, поэтому здесь просто оценку делаем, потому чтобы нам не ждать, вот смотрите, просто пошел в рост, чтобы нам не ждать, чтобы нам просто вот время не тратить, все растения, все живые, все живые, вот начинают пробуждать почки, все начинают пробуждать почки, веточки, сейчас вам даже покажу, цитрус, который, можно сказать, вот, и вот он пошел, то есть вот вместо прививки, и пошел расти по двой, настолько мы переживаем за каждое растение, мы их не кидаем, не бросаем, мы за ними ухаживаем, пытаемся адаптировать и привести в состояние здорового, хорошего растения, вот опять-таки я вам показываю, то есть вот все живое, все живое, абсолютно живое, они стоят отдельно, они стоят в оценке, кто из Санкт-Петербурга и хочет приобрести по оценке, вы можете приехать лично и выбрать, тем, кто хочет приобрести оценку, мы будем писать по ценам, сделаем такой небольшой видеокаталог, чтобы вам было удобно его разглядывать, смотреть, опять-таки же по запросу можно ближе сделать каждого растения, обязательно, обязательно выставим и покажем, но по оценке мы будем это делать в личку, потому что обы не, как сказать-то, не раздражать общественной массы, которая очень нервничает по этому поводу. До этого я рассказывала, показывала, что вот на все эти цитрусы у нас сейчас действует скидка. Что касается теплолюбивости, то все они, в принципе, как я уже до этого говорила, все цитрусы достаточно комфортно себя чувствуют при температуре до плюс 10, плюс 5. Мандарин, сорт мандарина. Вот такой вот он приплющенный, кожура тонкая. Сейчас посмотрим, что внутри. Итак, мы разрезали тонкой шкурой, с косточками, очень сочный, очень ароматный и вообще нет кислоты. Видимо, то, что он спелый, отвалился и лежал, он стал очень сочным, очень сладким, кислоты нет вообще. Это сорт мандарин, такой вот красивый, ароматный, да, косточки присутствуют. Такая вот вкуснота и красота, очень ароматный и очень сочный. Чистится очень-очень легко, вообще чистится легко. очень вкусный, реально вкусный. Лимон Крубару. Классный, классический, вкусный лимон. Очень сочный, очень ароматный, с косточками, он очень вкусный. Крубара действительно очень вкусный сорт, плюс он ремонтантный, плюс он не капризный, классический сорт лимона. Кожура достаточно тонкая, средняя, ну, очень сочный, прям вот, ну, вкусный-привкусный. Кислый, как положено, хорошему кислому лимончику. Кстати сказать, нашла завалявшегося крементина. Он такой оранжевого цвета, действительно похож, как на картинке. Попробуем его разрезать, посмотреть, что внутри, насколько он подсох. Итак, что мы имеем? Мы имеем огромное количество сока. Он очень сладкий, очень сладкий, прям, очень сочный. Можно посмотреть, сколько сока вытекло. Кожура тонкая. Я не могу сказать, как он чистится, потому что, как я уже вам показала, что нашла такой уже подсыхающий плод, но он не забродивший. То есть, с ним все в порядке. Он сладкий. Да, он с косточками, но он очень сладкий. Вот, что касается мандарина и крементина, они оба сладких. И очень ароматные, очень сочные. На самом деле, классные сорта для выращивания в квартире, потому что они карликовые, компактные. Они очень обильно цветут и обильно плодоносят. То есть, одно дерево может выносить достаточно большое количество плодов. И более того, они очень вкусные. То есть, вообще кислинки нет. В описании везде написано, что он с кислинкой. Но вот попробовали мы мандарины, попробовали мы этот клементин. У меня повышенная кислотность, но кислоты я в них вообще не почувствовала ни грамма. Поэтому рекомендуем клементину. Действительно, очень вкусный. Очень вкусный. И очень сочный. Единственное, что косточки. Косточки, да, есть. Такой вот классный плодик клементина. Мандарин миогава. Очень крупный. Легко чистится, потому что вот прям по ощущениям мы разрежем, а потом почистим часть. Без косточек, очень сочный. Прекрасно чистится. И очень-очень сладкий. Такой вот классный мандарин миогава. Так, чиното. Чиното такой оранжево- розжево- цвета. Мякоть с косточками. Сладкий с кислинкой и очень ароматный. Напоминает апельсин еще с чем-то. Абсолютно съедобный, вкусный, сладкий, как апельсин с небольшой кислинкой. Очень необычный, очень интересный по вкусу. Хернандин. Похож на клементин с косточками. Очень-очень вкусный. С апельсиновым каким-то даже привкусом. Очень вкусный. Тонко шкурой. Я думаю, что будет чиститься не очень хорошо, но чиститься будет достаточно неплохо. Клементин рубина это Амоа-8. То есть из питомника Лемонгарден клементин рубина это Амоа-8. Вот он. сочный с фруктовым запахом. Сладкий с небольшой кислинкой, но очень сладкий. Далее каналикулята. Так как это все плоды, которые упали, то соответственно каналикулята не дозрел, не доспел, но тем не менее. Похож на абельсин. Присутствуют косточки. Кисловатый. Скорее всего из-за того, что он не дозрел. Я думаю, что он будет как апельсин, но с кислинкой. Абсолютно съедобный. И напоследок лимон роса. не набрал кгументацию, потому что он не дозрел и упал без кгументации. Присутствуют косточки. Очень сильный запах, как у цитрона. Прямо такой вот лимонный. по вкусу так же, как и лимон. Абельсин не набрал, потому что не до конца дозрел. Это у нас кукли. Кукли не дозревшие упал. Один плод мы разрезали. Есть косточки, тонкая кожура, кожура сладковатая. Если кушать как положено плод с кожурой, то такой с кислинкой, с ароматом крементина, кумкват. Собственно говоря, как кумкват. Ну и вот кумкват, который мы говорили. С косточками тоже недоспел. Но очень сочный и очень-очень ароматный. Вот такая вот красота у нас получилась. Вот такая вот получилась у нас красота. cm и и так кр Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok